Тора Моисеева Книга Моисея — это первые пять книг Танаха — Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. У евреев они называются Берешит, Шемот, Ваекра, Бамидбар, Дворим. Для евреев эти пять книг представляют собой одну книгу — Тору, сердце священного писания. Тора была дана народу Израиля на Синае, и до сих пор она остается законом для потомков тех людей, которые были тогда с Моисеем на Синае. На вопрос, кто установил эти законы, следует ответ — Моисей. На вопрос, кто уполномочил его на это, следует ответ — мы верим, что на их создание Моисей был вдохновлен провидением, и мы знаем, что он был избран народом Израиля для записи основополагающего закона учения, которое пережило тысячелетия и не утратило своего значения до наших дней. Когда произведение искусства не теряет с годами своего воздействия на людей, мы называем такое произведение вдохновенным. То, что Моисеев закон до сих пор живет, само по себе не доказывает его Бога вдохновенности. Ничто не может этого доказать, если сами слова Моисея не кажутся достаточным доказательством. Но непоколебимая жизненность этого закона дает, по крайней мере, основания считать его одним из чудес истории. Преклонение евреев перед Торой Моисеевой не знает себе ничего равного в многовековой истории человечества. Каждый может говорить о евреях все, что ему вздумается. Но того, что евреи веками жили одной книгой и умирали за нее, и посвящали ей всю свою жизнь, а не сами, и их дети, и дети их детей, и одно поколение за другим принимало у своих отцов эстафету священного огня и в неприкосновенности передавало ее своим детям, как будто не было на свете ни быстротечного времени, ни крутых перемен, как будто новые события и свершения не изменяли изначальных обстоятельств и условий, как будто три тысячелетия составили всего только один легко обозримый промежуток времени. Этого никто не может отрицать. Один беспристрастный наблюдатель как-то заметил, что преклонение перед Торой — это идолопоклонство евреев. Фраза меткая, но она всего лишь полуправда. Лишенные какого бы то ни было зримого образа, которому можно было бы поклоняться, лишенные какого бы то ни было божественного посланца или пророка, на которого можно было бы излить свою любовь, взвалить свое бремя и возложить свои надежды, лишенные какого бы то ни было заступника или посредника между собой и Богом, ибо Моисей ушел в горы и там умер, и никто не знает, где он погребен, и ни один еврей никогда не молился Моисею и не призывал его перекинуть мост через пропасть, разделяющую людей и Бога. Лишенные всего, кроме Слова Божьего, записанного на священном свитке, евреи отдали этому свитку всю преданность, всю любовь и все почитание, на какое способны люди. Любому культурному человеку, перевалившему за 12 лет, случалось читать Тору полностью или частично, или ему ее читали. Другие народы не преклоняются перед Торой так, как преклоняются перед ней евреи, но в той или иной мере и они преклоняются. Многие главы о законах, которые еврею представляются кладезем драгоценнейшей мудрости, на другого человека нагоняются он, и он склонен пропускать эти главы при чтении. Две великие религии, возникшие на основе иудаизма, учат своих приверженцев, что для них законоположения Торы отменены. Но никто не отменял законоположений Торы для народа, заключившего союз с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok